Уважаемые любители моих роликов о фотографии, сегодня у нас интересный опыт, то есть боевое использование лейки М10 монохром. Вот она в корзиночке. Ну конечно для боевого использования мне понадобился, ну естественно, ногтелюк с светосилой 0,95, который стоит на ней. Замечательный объектив как раз для боевых условий. Кроме этого, мне понадобился еще дистагон с фокусным расстоянием в 15 миллиметров и светосилой 2,8. Это замечательный объектив Карла Цейса, специально сделан для лейки серии М. Замечательный объектив, у которого есть центр-фильтр такой, который выравнивает края, но я обошелся без него. Ну и третьим в нашем боевом комплекте был Суммикрон серии М 35 миллиметров с светосилой 2. Вот эти объективы были запущены в работу. Работа стояла в чем? В том, что я был в силу разных обстоятельств в Санкт-Петербурге, ну и начал свое путешествие с Невы, естественно. И вот вид, снятый ногтелюксом, слегка прикрытый диафрагмой, на Исаакиевский собор уже в 8 часов вечера. Естественно, всякая поездка в Санкт-Петербург начинается с прогулки по Невскому. Понятно, что там много людей, много ног, много надписей на асфальте. Кроме этого, почти все приезжие что-то едят и что-то пьют, поэтому съемки в кафе, конечно, представляют огромный интерес. Ну вообще Невский проспект – это такая благодать для стрит-арта. Санкт-Петербург с его выдающейся архитектурой, он вдохновляет любого фотографа. Особенно широкоугольные объективы. Если у вас есть в наличии, то тут можно похулиганить. Ну и поэтому вы видите перекрестки, видите ворота, дворы, кованые решетки. Все это создает тот самый антураж, который является спецификой Санкт-Петербурга, в том числе и разлинованные, размалеванные подворотни. Вот эта среда Санкт-Петербургская, она всегда вдохновляла и писателей, и ученых, и философов. И вот один среди известных современных философов – это Сикацкий, который написал много книг очень интересных, в том числе и про ложь, что очень полезно в наше время почитать. Хотя она не большая книжечка, но вдохновляющая, я вас уверяю. И вот он на родной кафедре, вот он в университетском длиннющем коридоре, ну и его портрет, для того, чтобы вы знали выдающихся философов нашей страны и нашей современности. Ну, понятно, что главное в Санкт-Петербурге после прогулки – это хорошо поесть. Поэтому рестораны из-за остаточности, из-за такой интимной обстановки, как таверна Гролли, как городские рестораны, расположенные высоко, они создают такую атмосферу санкт-петербургскую. Ну, я попытался ее как-то передать. Ну, и понятно, что Санкт-Петербург без журналистов – это ни о чем. Ну, и мне компанию в некоторых прогулках составлял выдающийся, современный журналист, работающий на телевидении Александр Чуев. Ну вот, мы закусываем перед закуской. Он в пивной «Квакин», достаточно известный в Санкт-Петербурге. Так сложилось, что он участвовал в съемках репортажа при открытии этой пивной, а я там оказался через три дня. Так судьба иногда сводит людей. Ну, и понятно, что гуляя по Петербургу, конечно, нельзя не остановиться на парковых зонах, где старички читают, некоторые дамочки разговаривают сами с собой. Ну, и велосипедисты, которые шныряют по всему городу – тоже симпатичный сюжет для стрит-арта. Вообще люди попадаются в Питере очень разные, с разными лицами, очень интересными. Вот, например, у нас семинарист. Пожалуйста, известные оптики Государственного оптического института. Но очень интересно снимать такой оптикой различные события, происходящие в каких-нибудь учреждениях или местах. И в этом отношении Пулковская обсерватория, конечно, даст форум многим. Ну, потому что, во-первых, там уникальное оборудование, которое стоит во многих случаях больше столетий и работает отлично. А во-вторых, ученые сами. Ну, достаточно вот назвать одного моего знакомого Игоря Саматовича Измайлова, который может вызвать на соцсоревнования американскую обсерваторию с таким же телескопом, как вы видите сейчас на кадрах, поскольку он в одиночку открыл двойных звезд больше, чем вся эта американская лаборатория, состоящая из нескольких десятков человек. Ну, при этом при зарплате, вы понимаете, такой же, как, я думаю, последнего охранника этой обсерватории. Американской, я имею в виду, а не нашей. Поэтому здесь снимки все сделаны объективами, которые я называл замечательной лейкой М10 монохром ночью, начиная с половины двенадцатого. Вот вы видите, достаточно интересно получилось и динамично, и хорошо проработано. То есть это позволяет надеяться на то, что лейка, использованная для стрит-арта или для таких репортажных съемок в черно-белом, конечно, режиме, она позволит вам передать ваши ощущения, которые вы испытываете в том или ином новом месте. Ну, и в завершение, конечно, место особенно интересное, поскольку я там записал предыдущий ролик в номере. Гостиница «Эрмитаж» – это шедевр по адресу Правды 10, поскольку я помню то не гостиницу, а развалины этого клуба, то есть который, в общем-то, превратился в такое пристанище людей без определенного места жительства. Это был кошмар. И вот всего лишь за несколько лет, надо сказать, выдающемуся строителю-организатору, Эдуарду Петровичу Бабаеву удалось, который на вашем кадре, удалось эту гостиницу создать из ничего. Так вот, эта имперская стилистика, которая в этой гостинице есть, и вы ее видите, она дорогого стоит. Я думаю, что это одна из лучших гостиниц Санкт-Петербурга, поскольку мне посчастливилось побывать почти во всех, более-менее приличных. Так вот, с точки зрения обывателя, такого, как я, а не специалист, это одно из лучших подобных учреждений города, которые точно соответствуют менталитету имперской столицы. Советую там побывать. Ну, на этом я заканчиваю свой кратенький ролик и должен сказать, что, конечно, черно-белая фотография, она субъективизирует мир настолько, насколько может. Людям, которым неинтересно свое собственное мнение и свое собственное ощущение, могут удовлетворяться айфоновскими цветными мурзилками. Пожалуйста, никто не запрещает. Но если у вас нет способности увидеть красивое в черно-белом, то не пытайтесь навязывать свои заблуждения другим. Не получится. Поскольку человек – это зрительное существо, и нам зрительные впечатления крайне ценны. Поэтому, если есть возможность, получайте их с лейкой. М10 монохром, может быть, она позволит вам и вашим родственникам иногда вернуться к тем ощущениям, которые вы испытывали в такой культурной поездке. Ну, как для меня, каждый раз это происходит в городе Санкт-Петербург. На этом до свидания.